Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube, и сегодня мы с вами поговорим об интересном понятии в мире моды, об инди-брендах. Кто это такие? И я расскажу о своих любимых инди-брендах. И я более чем уверена, что эта тема может быть вам интересна, потому что, может быть, вы даже не слышали о таком понятии, не знаете о тех брендах, о которых сегодня буду рассказывать. Поэтому оставайтесь со мной и будем начинать. Инди-бренды. Кто это такие? Чем они занимаются? Чем они отличаются от обычных брендов? И что такое обычное? Что такое инди? Инди обычно используется такое слово на английском, используется для обозначения чего-то особенного, необычного, нестандартного, чаще всего более свободного. Есть инди-бенды, то есть не бренды, а бенды, то есть инди-группы, которые самостоятельно образовались, сами вышли на какой-то свой путь карьерный, сами начали писать песни без каких-либо, без помощи мощных звукозаписывающих студий или продюсеров. То же касается абсолютно в данном случае и инди-брендов. Инди-бренд по обозначению это бренд, который без помощи мощной корпорации, не является частью такой корпорации, не был спонсированной такой корпорацией, создал свою линию одежды и начал ее продвигать, и естественно обрел какую-то определенную популярность. У этого инди-бренда чаще всего есть какая-то своя концепция, есть свое видение, отличающееся от мейнстримового. Чаще всего инди-бренды это еще и те бренды, которые стараются использовать максимально натуральные материалы, используют локальные силы и людей, соответственно они нанимают портных швей, работают с ателье, которое находится у них в городе, они производят все в Китае. И количество производства, то есть объем товара, который у них происходит, он намного меньше, чем у тех же, не знаю, масштабнейших Zara, бла-бла-бла. Цены могут варьироваться, то есть цена здесь уже не играет такой роли, и инди-бренд может быть достаточно дешевым, может быть очень дорогим. И суть самих инди-брендов, они начали появляться еще в 1950 году. Тогда, например, та же известная Vivienne Westwood со своим знакомым сделала такой инди-бренд-магазин, с которым продавались их вещи, и там в этом инди-бренд-магазине собирались вообще представители всех субкультур, они тусовались, общались, и это было еще и движение, не только как бы продажи, да, а еще и движение, общение, тусовка, социализация. И поэтому с того момента за инди-брендами закрепилась репутация тех, кто несет какую-то свою миссию в моде. И на самом деле во многих аспектах это так и есть. Инди-бренды это чаще всего бренды, которые сами находят на сфинансирование, на создание коллекций, у которых может даже не быть реального какого-нибудь шоурума, и они продают все онлайн в основном. И чаще всего это те бренды, которые очень визуальным даже контентом отличаются от масштабнейших брендов. Я сегодня расскажу о своих любимых. Так вот, первый из них это бренд, который основала девушка-блогер, ее зовут Карла Дерос, и она достаточно активным блогером была еще несколько лет назад, потом она перестала блогингом активно заниматься и запустила свою линию одежды, плюс она была стилистом для нескольких известных личностей. И она запустила свою линию одежды под названием The Line by Kay, то есть Kay от Карла. И фишка ее линий в том, что это такие очень сексуальные, одновременно с этим гламурно-кэжуальные вещи, слегка в винтажном стиле и в стиле таких 80-х, 90-х, очень много обтягивающих вещей, очень много натуральных материалов, очень много декоративных интересных деталей, вырезов, очень много необычного кроя, та же реконструированная рубашка, топы. И в принципе все вещи, которые она делает, очень повторяют стиль ее, то есть она фактически делает вещи для себя. Фотографирует она эти вещи и лукбуки, которые она курирует, сама же для своего же бренда Карла. В The Line by Kay лукбуки снимаются на очень девушках с совершенно нестандартной фигурой, внешностью не типичной. Типичная вот эта вот модель с прямым носом, с пухлыми губами, голубыми глазами, белые светлые волосы, рост 1,80 м, она наоборот старается находить очень интересных девушек с необычной внешностью. И на этом она в том числе строит айдентику своего бренда, в том, что это бренд для всех для девушек разных размеров, разной внешности, разной национальности. И их бренды, The Line by Kay, на самом деле существуют уже около двух лет. Очень быстро распродаются вещи. Я сама являюсь обладателем замечательного... Сначала у меня было такое пудровое платье по фигуре с открытыми плечами, и у меня есть еще красное атласное платье, которое я брала с собой в поездку в Грецию с брендом Chanel. И у него такие завязки позади и на спине. Я покажу обязательно фотографию. Платье замечательное. Качество бренда The Line by Kay замечательное. Вещи там средний ценовой сегмент. То есть платья будут стоить вам приблизительно 150-180, в зависимости от материала долларов. Топы могут стоить до 100 долларов и так далее и тому подобное. А шиппинг у них есть по всему миру, поэтому если вы хотите, можете смело заказывать. Бренд замечательный. Следующий у нас это бренд Reformation. На самом деле этот бренд набрал уже оборотов, и у него большой сток, то есть большое количество вещей производится. Бренд Reformation это бренд, который основан, если не ошибаюсь, в Лос-Анджелесе. Это бренд, который кейтерит к такой Джейн Биркин современной. То есть это бренд, который очень похож на стиль современных парижанок, которые, естественно, копируют стиль Джейн Биркин. Это бренд, который старается использовать максимально натуральные материалы, ресайклабы материалы, которые можно перерабатывать. Он постоянно, они там на сайте указывают, какое количество воды было потрачено на создание этой вещи и так далее и тому подобное. То есть максимально с экологической точки зрения хорошо подходят к созданию вещей. Средний у них ценовой сегмент. Стиль 60-х, 70-х, очень такие аккуратные юбочки мини, ботфорты, широкие сапоги, коротенькие толпы, джинсы на завышенной талии сплотного денима и так далее и тому подобное. Очень стильные, классные вещи. Они стали безумно популярными, они теперь еще продаются на нескольких сайтах-ретейлерах. И у них есть полноценный сайт, который постоянно обновляет свой сток. Очень классный бренд, на который я советую обратить внимание. У меня самой есть огромное количество вещей, которые действительно недавно пришли. И, быть может, я сделаю видео с покупками с этого сайта. Расскажу о размерной сетке, расскажу о том, как сидят вещи и так далее и тому подобное. Но бренд крутой. Вот правда крутой, без каких-либо лишних оговорок. Следующий это Mansour Gavriel. Это бренд, если не ошибаюсь, изначально основан в Нью-Йорке. Это бренд с эстетикой такого минимализма женственного. Они стали знамениты изначально благодаря своим аксессуарам, своим сумкам в частности. А потом расширили линию и начали делать одежду. У них уже были показы в течение Нью-Йоркской недели моды. Это однозначно иди-бренд, потому что изначально финансирование было только внутри самого бренда. Извне его не было. Они не являются частью какой-либо корпорации. И тем не менее, за краткий достаточный срок своего существования, они уже сделали такие ит-вещи, как сумки. У них есть несколько сумок, которые супер популярны. И очень многие девочки владеют и имеют эти сумки. И бренд сам Mansour Gavriel заслужил признание ритейлера того же Meta Portes. Одного из самых масштабных. И они продаются там. Ценовой сегмент у них чуть выше, чем у Reformation. То есть сумки у них будут стоить 300, 400, 500, 600 долларов. Вещи будут стоить в зависимости от вещи. То есть пальто может стоить 800, 700. Джинсы-брюки могут стоить около 300-400 долларов. Вот приблизительно в этой категории. И минимализм. Их основная такая характеристика. Такой даже не совсем скандинавский минимализм. Я бы сказала, что это скорее минимализм какой-то Англии в 60-х годах. Вот минималистичное направление это. И Flair такие слегка раскрешенные джинсы. И приглушенные тона. Очень много пастельного розового. Один из основных цветов данного бренда. Поэтому их в том числе и рекомендую. Следующий это бренд Rouge. Его создательница Жан Дамаз. Не помню точно, как произносится ее имя. Это девушка, которая является инстаграм-моделью. Инстадевочкой. В том числе, насколько я понимаю, моделью из Парижа. Достаточно известна. Сейчас у нее около 800 тысяч подписчиков в инстаграме. И она создала, как и многие девушки, которые набирают популярность, свой бренд. И это бренд очень интересный. С классическим таким ее парижским стилем. Там немного вещей. Это однозначно инди-бренд со своим видением. Очень ограниченное количество стока. Всегда вещи, которые ты 100% на ней можешь увидеть. Она сама курирует съемку лукбуков. Лукбуки тоже очень стильные. И в ее как раз стиле. Средний ценовой сегмент приблизительно. За платье вы заплатите около 200 долларов. За обувь у нее есть, кстати, достаточно классная обувь. Которая стоит около 400. И вот приблизительно в этом ценовом сегменте можно себе понимать, они работают. Хороший бренд. Небольшой сток. Есть аккаунт в инстаграме. Все как нужно. Есть сайт. Доставляют не по всему миру, насколько я помню. Но доставка в несколько основных стран точно присутствует. Следующий. Это бренд аксессуаров в основном. Ну и одежда. Самая основная точка это аксессуары. И французский, опять же. Амели Пришар. Это бренд, который знаменит своими интересными слегка винтажными сумками. И вообще винтаж сейчас очень в моде. И одна из сумок последних, которая мне очень приглянулась, это такая под кожу крокодилю зеленая. С ручкой, которая очень похожа на ручку от сумки Габриэлы Хирст. И Амели Пришар это тоже достаточно такой инди, маленький, внутри работающий бренд со своим бюджетом. Бюджетом без каких-либо финансовых вливаний из других масштабных компаний. Средний ценовой сегмент за сумку вы заплатите приблизительно 400-500 долларов. И все очень в таком типичном парижском стиле. Следующий. Это бренд Totem. Totem это бренд, который был анслован девушкой изначально блогером. Она достаточно давно была блогером. Меня зовут Эллен Клинг. И она очень долго вела свой блог и в дальнейшем создала свой бренд. Вот это, кстати, очень частый путь развития многих блогеров. Если посмотреть, они в какую-то степь другую уходят, которая приносит отстраненную прибыль. То есть, условно, ты создал коллекцию, она потом приносит прибыль, несмотря на твое неактивное участие в продажах. И это один из путей, кстати, собственно, развития финансового определенного человека, который в медиа находится. Так и Киара Феррани поступила, так, видите, поступила и девушка Жан Дамас с брендом Руж. И многие так делают. Вот это, в принципе, это точно правильный хороший путь. Эллен Клинг уже не ведет свой блог. И бренд Totem это ее основное детище. И Totem это смесь такого скандинавского минимализма с таким чистым, даже слегка японской ноткой минимализма. Очень нейтральные оттенки, очень много однотонных вещей. Очень классические силуэты, очень напоминает CELIN. Ценовой сегмент намного меньше CELIN. Но в среднем за пальтовое дадите приблизительно 800 долларов. За топ или за блузовое дадите приблизительно на 200-300. В таком сегменте можно об этом думать. И последний бренд, о котором я сегодня с вами хотела бы поговорить и все себе записала здесь. Это бренд, который называется Realization Par. Это бренд, который основан был изначально в Лос-Анджелесе. И вообще, насколько я помню, он звучит изначально Realization Par, это французский, styled by. Переводится как стилизован кем-то конкретно. И это бренд, который известен уже, мне кажется, практически на весь мир, на весь, по крайней мере, активно-социальный мир. Благодаря своим платьям на запах, совершенно разным, которые были уже на большинстве it girls этого мира. И это тот бренд, который теперь, естественно, уже невозможно его назвать совершенно инди-брендом. Но начинали они как инди-бренд со своей стилистикой. Они до сих пор делают свои съемки, сами ими руководят. Они до сих пор не продаются на других сайтах, кроме своего. И это, кстати, достаточно часто с инди-брендами происходит. Очень мало инди-брендов в результате на другие сайты. Выходят, потому что как только ты выходишь на другой сайт, как только ты выходишь на ритейлеры, у тебя есть определенные условия, цели по продажам и так далее и тому подобное. Когда у тебя есть свой сайт и свое направление и финансовый поток, то тебе этого всего не нужно. И, в принципе, стилистика реля за всем пар это такие платья на запах легкие, шифоновые. У меня уже есть парочка, которую я вам в ближайшем видео покажу. Это очень такие женственные, интересные принты. Есть платье миди, есть платье мини. Очень много сексуальности в самом бренде, такой французской сексуальности. Смешанной со стилем такой сексуальности 90-х, я бы сказала. Классный средний ценовой сегмент приблизительно за платье вы дадите около 200 долларов, плюс-минус. А вот в этом направлении можно мыслить. На территории Украины, в том числе, есть сейчас много инди-брендов, о которых я бы с радостью вам рассказала. Один из них, например, это бренд, который называется Кати Моклоус. Девушка, которая стартовала, ее зовут Катя. И бренд, который она создала, это бренд, который стартовал с 500 гривен. И она вот с этого начинала свой бренд. Поэтому то, чего она добилась сейчас, замечательно. У меня есть ее много вещей, в том числе недавно в Инстаграме я освещала свой клетчатый жакет, которые все влюбились, начали писать, что это за жакет. У нее целый костюм, на самом деле, есть под клетчатый, брючный. Поэтому очень советую обратить внимание. И у нее уже есть шоу-рум. Начиналось все это с небольшого такого полуподвального, точнее, подвального помещения, с отделенной шоу-румочкой студии, где сам процесс шитья был. Сейчас уже классная, офигенная в самом центре шоу-рум. Стильный, со своим видением. Она создает вещи очень крутые. Немного в стиле Баленсиага, немного в стиле Селин. Вот такой вот микс интересный. Очень советую обратить внимание. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие интересные инди-бренды из вашего города, вашей страны вы знаете, какие бренды мировые инди вы знаете, хотели бы поделиться. Я очень люблю открывать для себя новые бренды. И вообще интересно узнать ваше мнение. А на сегодня это все. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Надеюсь, оно было для вас полезным. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня.